Сэкономлю-ка я вам тысяч семьдесят или сто, не знаю, сколько сейчас берут за доступ к тайной магии под названием «Как нормально писать для сайтов». Итак, если вам надо написать текст для одной страницы сайта, схема представлена далее. Любое отступление от нее – гарантия провала. Пункт номер раз. Составляйте список всех вопросов, которые зададут люди, пришедшие к вам. Не в уме. На бумаге составляете. Можно в компьютере, но не в уме. Пункт номер два. Проверяйте, что вопросы сформулированы легким и простым разговорным языком. Это индикатор того, что людям реально нужны ответы. Пункт номер три. Проверяйте, что это именно вопросы. Вопрос – это предложение с вопросительным знаком на конце. Только так. Это важно, потому что все ленятся. Не будьте как все. Ошибка лидер. Адрес. Что адрес? Разве это вопрос? Правильный вопрос. Какой адрес? Пункт номер четыре. Пишите связный текст, отвечающий на все эти вопросы. Пункт номер пять. Проверяйте, что в тексте есть все ответы. Пункт номер шесть. Самый сложный. Проверяйте, что в тексте нет ничего такого, что не является ответом на вопрос из списка. Ничего лишнего. Ни словечка. Нет вопроса, нет ответа, нет лишнего текста. Это самое важное и самое сложное. Пункт номер семь. К этому моменту уже должны чесаться руки, структурировать текст. Заголовки, списки и всякое такое. Уже пора. Пункт номер восемь. Если руки еще не чешутся, надо заставить себя. Заголовки, списки, абзацы не длиннее семи строчек. Пункт номер девять. Переписывайте текст целиком по принципу перевернутой пирамиды. То есть текст начинается с главного, абзац начинается с главного, а предложение начинается с главного. Главное для читателей, а не для вас. Не ленитесь и не креативьте. Пункт номер десять. Перечитывайте текст в поисках мест, где могут возникнуть дополнительные вопросы. Не пишите ответы, а ставите ссылки на ответы. Только ссылки. Если сослаться еще не на что, помечайте, что это что-то надо сделать. Пункт номер одиннадцать. Перечитывайте в поисках мест, где слова лучше заменить или сопроводить иллюстрациями. Добавляйте иллюстрации. Карта – это тоже иллюстрация. Если нет иллюстрации, решайте проблему, а не заметайте ее под ковер. Пункт номер двенадцать. Редактура корректора и обратная связь. Пункт номер тринадцать. Еще раз прогон по всем этапам. Проверяйте, что нигде ничего не пропустили. Пункт номер четырнадцать. Последний. После того, как выполнены все предыдущие пункты, можно верстать. Повторю. Хотите срезать угол? Сделайте в итоге фигню. Именно это понимание и называется опыт. Особенности предлагаемой схемы. Никакого креатива. Куча аналитики. Гарантированно приемлемый результат. И всем лень делать так, как написано. Поэтому, кому не лень, тот и в выигрыше. Благодарю за внимание.